Здравствуйте, меня зовут Елена Володина, я директор фонда благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам Диминой Мечта. Мы помогаем детям с самыми тяжелыми и множественными нарушениями психофизического развития. Таких детей крайне редко можно увидеть в обществе, потому что большинство из них находится в детских домах. Одним из важнейших направлений работы нашего фонда является развитие программы Портаж. Он заключается в особом подходе к работе с детьми с тяжелыми нарушениями развития. Мы проводим обучающий семинар Портаж, обучаем специалистов, формируем команды, сопровождаем пилотные проекты. По проекту Портаж у нас работает 15 команд в 5 регионах. Мы поняли, что мы не сможем провести наше ежегодное благотворительное мероприятие, благотворительный балл в ГУМе в День защиты детей. Благотворительный балл позволял собрать нам около 70% годового бюджета. Родители со всей России в панике звонили и просили о любой помощи. Одной из больших проблем стало то, что мы потеряли доступ к детям. Не все специалисты Портаж могли в одно время быть в учреждении. Часть специалистов команды оказалась на удаленке, часть на вахте в учреждении на несколько недель. Мы не смогли провести необходимое количество семинаров Портаж. Мы не смогли обучить специалистов, потому что обучение методу требует очного присутствия. Мы не смогли, соответственно, запустить новые пилотные команды. Нам повезло, что пилотные проекты были запущены заранее, до пандемии. И консультанты успели очно поприсутствовать, отсмотреть детей. И мы очень много провели встреч онлайн. Мы организовали несколько конференций. Такая онлайн-работа вылилась все-таки в регистрацию Ассоциации специалистов Портаж в России, что я считаю огромным достижением. В итоге мы стали более эффективными. Мы оказали помощь гораздо большему числу детей. Мы немного больше собрали средств, как это неудивительно. Потрясающий результат от пандемии получился в работе команд Портаж, которые занимались семейными детьми. У родителей появилось гораздо больше времени и стимула заниматься со своими детьми. Мы наконец поняли, что ежегодное фандрайзинговое мероприятие и пожертвования – это очень хорошая вещь. Но если бы 10 лет назад мы сформировали целевой капитал, то мы были бы более стабильной организацией. Мы будем уверены, что у нас, несмотря на все шторма, у нас есть ресурс для того, чтобы гарантированно продолжать оказание помощи. Продолжение следует...